Вот она, вот она, вот здесь, вот здесь, за мышцы, ай, это все годзерюк, вот она, ай, здесь, ломай пальцы, все, здесь, здесь, на ухо, ай, здесь даже так можно, да, вот, раз, нос, туда, туда, глаза, здесь, ай, Тора Гучи, бастика, раз, два, вот она, и потом, ай, ай. Всем привет, вы смотрите канал Бывые Ботаники, и мы продолжаем нашу серию выпусков про каратэ, и сегодня наша тема это окинавское каратэ годзерю, и наш гость Вадим Узун. Приветствую. Здрасте. Вадим, давайте начнем с того, что такое окинавский каратэ, что такое годзерю, чем отличается от других стилей? Годзерю одно из самых древних направлений каратэ, го, жестко, джю, мягко, рю, школа, школа в сочетании жестким с мягким. Все говорят жестко, очень к йокушену, но говорят, что годзерю один из самых жестоких стилей, жестоких. Разные вещи, жесткость и жестокая. Да, вот, но это не говорит о том, что годзерю не жестко, очень жестко, то есть здесь го это жесткость, джю это мягкость. Второй момент, второй момент, вот меня захватывает, захватывает борец. Эй, хорошо, вот он. Спокойно, кадык. Вот кадык, да, под него, под него туда можно, и над ним, туда. Большой палец. Это все годзер, это бубиш, бубиш. Пальцы, пальцы, пальцы. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это все маленькие вещи такие, маленькие, из которых складывается большой. Вот это и есть отличие от годзерю. Мне вот показалось, наблюдая за тренировкой, что в годзерю все приемы, ну, назову так, приемы техники, они достаточно радикальны все. Если не детальны, то несут серьезные вещи противнику. А если какие-то в годзерю там мягкие способы воздействия, когда с одной стороны убивать и калечить не нужно, но не избежать совсем тоже не мешается. Конечно, например, заломы удушающие, болевые, то есть можно обездвижить, да, это мягкая техника. А это похоже вот этот раздел годзерю на хапкидовское? Конечно. В годзерю сочетается два стиля кунг-фу. Это вообще не карате. По большой традиции это не карате. Это южно-китайский рукопашный бой, то есть ближний бой, очень жесткий. Стиль белого журавля и стиль тигра, они переплелись и образовалась годзерю. Согласно легендам, корни общие у годзерю и венчунь. Да, венчунь общие. А если их сравнивать в современном мире, современный венчунь и современный годзерю, что общего? Есть что-то международным? Конечно, в мягкости. На сегодняшний момент венчунь, я не говорю, что оно не жесткое, оно жесткое, да, но венчунь по сравнению с годзю мягче. Вот если взять круг и разделить его на сектора, да, на сектора, и вот каждый сектор это какой-то отдельный вид. Бокс, борьба, дзюдо, джиу-джитсу, айкидо, хапкидо, тейквондо. И в этот сектор этот стиль входит весь, целиком. Это можно назвать все годзерю. То есть я не знаю в другом стиле того, чего у него нет на годзерю. Бываю на соревнованиях по вольной борьбе, смотрю, ну, есть. По классической греко-римской, есть. То есть много-много общего. Зато в годзерю есть то, чего нет в других стилях, например, физподготовка со специальными девайсами, устройствами, предметами, штуковинами, как угодно назвать, которые, я так понимаю, я видел только вот в годзерю. Прочее говоря, это специальная физическая подготовка. Это СФП, по-нашему говоря. Но если, грубо говоря, в СФП где-то там, в отжимании на кулаках, никто не говорит, что это там такая алюзия на удар. То, что вы показывали, то есть любое движение с этими штуками, это какое-то техническое действие для боя. Правильно. Например, чтобы развить силу удара, проникающую силу удара, которая имеется в годзерю. В годзерю внутренний стиль. Это физическая сила и внутренняя сила, внутренняя энергия. Вот это и есть Сан Чин. Чтобы достичь этого, надо развить связки. Сан Чин тренирует связки. Тот же отжимание. Можно по-разному отжиматься, да? Но попробуйте отжиматься, например, стоя в упоре лежа, в любое положение кулков, отжиматься минуту вниз или полминуты. Вот это отжимание дает очень хорошие связки. Потом после этих отжиманий, минута вверх, минута вниз, можно быстро удары нарабатывать. То есть на толстые связки, чтобы толстые связки были реактивными. Например, чтобы сделать быстрый удар, надо медленно идти. Попробуйте минуту идти шаг. Или в сторону. Это все связки. Так же приседания. У меня дети один раз, я им когда это сказал, они говорят, а давайте попробуем. Пять минут приседали, пять минут вставали. То есть одно приседание вниз, пять минут, потом вверх. Потом вот так ходили. После этого обязательно надо скоростные упражнения делать, на взрыв. Вот тогда будет эффект. Многие этих вещей не знают. Но минус упражнений физических с ФП в год за рю получается в том, что дома ты это не потренируешь. Потому что вот такие цветочные горшки на палках не у каждого. Посмотрите, например, я когда был на Экинаве, пришел в магазин, где это все продается. И когда посмотрел на цены, я говорю, господи, я сам все это сделаю. Покупаешь горшок из-под цветов, покупаешь палку, она продается везде, спиливаешь ее, делаешь саморезы туда внизу, бетон, цемент. Сколько тебе надо, хоть полный, хоть такой. Совываешь и оставляешь. Все, все, эта чиша готова. Конгакен, да, вот скобу тяжело сделать. Все вот эти предметы, вот, например, у моего мастера, у него единственный в мире музей каратэ, у Тецухира Бакама. Вот у него показаны древние вот эти вещи из камней, из деревьев. Вот все это сделано собственными руками. То есть, если человек хочет сделать макивару, он ее может сделать. Это ручная макивара, у него ничего сложного, можно просто по доске лупить. Главное, чтобы был вышивание. Вот вы сказали, музей каратэ, вот на мой взгляд, вот эти штуки, вы мне показали, я теперь их оценил. Оценил то, что у меня не получилось сделать ни одного упражнения с ними. Я хочу сказать, что они действительно выглядят как музейный экспонат. То есть, они выглядят экзотическими и архаичными, безусловно. И там, не знаю, боксеры, самбисты, ну вот, мне кажется, они будут подсмеиваться. Ну, ребята, ну что такое? Есть же какие-то современные технологичные штуки, там какие-то петли, там эспанеры, еще что-то. А это, ну, просто забавно выглядит. Могут ли боксеры эти штуки использовать? Почему нет? Берешь булаву, которую я показывал, булаву, и работаешь с ней. Например, я когда был студентом, со мной учился Саша Зайцев, член сборной олимпийской 80-го года Советского Союза. Полек атлетики по толканию ядра. Здоровый парень такой был. Как он тренировался? Он брал швабру и ходил. Вот то, что я делаю с Чишей, он так ходил. Швабра. Он кисть развивал. То же самое. Почему не делают это боксеры? Ну, не знаю. Я извиняюсь, у каждого додика своя методика. Если они привыкли так, например, я, если я что-то такое очень хорошее вижу, я к себе это делаю. А вот я слышал, один тренер мне говорил, что вот на Западе, в Европе, например, в Германии, в частности, там очень часто люди, представители разных селеденоборств, они перенимают друг друга, встречаются, проводят совместные семинары, делятся. А у нас, говорит, каждый сидит в своей конуре и очень там воинственно, как еж, значит, зинился. Это мое, это мое, я не хочу ни с кем делиться, не хочу никого ничего перенимать. И все меряется, кто сильнее, кто лучше. Это консервативность очень недалеких людей. Мой мастер Хакама, да, он говорил, никогда не скрывайте информацию. Если она есть, делитесь этой информацией. Почему? Потому что это общий закон физики, да? Закон сохранения энергии. Информация – это вид энергии. Чем больше ты рассказываешь информацию, делишься, тем больше эта информация в тебя идет. Сот, окей, уходите так же под 45 градусов наружу. Ясно? Захват, блок, захват. Магией в ребра втыкаете, в нижние ребра втыкаете. Делайте шаг. Малаш-худьяка, туда же. В раке. И подныривайте, руку бросайте, подныривайте и сбрасывайте за себя. Эч, выпад. Рука остается, но это уже делали. Рука остается. Проныриваешь затылком, пребром. Потом руку. Руку эту. Захватываешь. И здесь, замри. Здесь делаешь форму санчин. Раз. Оп. И я в правильной форме. Вот я кривой. Смотрите сюда. А теперь стараюсь к правильной форме прийти. К правильной форме стараюсь прийти. Я вот слышал такое мнение. И часто сами каратисты, такие известные, его высказывали, что по большому счету, по большому счету, все стили караты одинаковые. Отличается лишь методика подготовки. Вот вы согласны с таким мнением? Да, я отчасти согласен. Почему? Потому что на более высоком уровне, это все как пирамида, да? Очень много стилей внизу. И потом все отбрасывается, отбрасывается. Остается самый, 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 самый. И в самом верху стиль без стиля. Самые большие мастера, его нельзя понять по стилю. То есть... Но все-таки, если человек там задает вопрос, а куда мне пойти заниматься? Киркушином, Шатакан или Годзюрю? Ему можно ответить? Да, слушай, по большому счету, все это одинаковое. Иди, что ближе к дому. Это правильный будет ответ или нет? Мне первоначально и дети, и взрослые, маленькие задают, а что круче, бокс или Годзюрю? Борьба или Годзюрю? Дзюдо, самбо или Годзюрю? Я говорю, ты поработай, потом сам определишься. Потому что Годзюрю – это форма бесконечности. То есть, вот человек приходит, говорит, поставьте мне удар. Я буду ставить удар, как в боксе. Может, даже и круче. Поставьте мне удар ноги. Я буду ставить удар ноги. Поставьте мне борцовскую стену. Буду ставить борцовскую технику. И так далее. Я тренировал спецназ, например, и телохранителей. Телохранителей, у которых преобладали дзюдоисты. Я им, исходя из их техники дзюдои, преподавал Годзюрю. Опять-таки, смотрите, ко мне приходят, например, ребята из Шатакана. Занимались очень долгое время. У них случился казус на улице. Получили в репу, можно сказать. Ну, и все этим закончилось. То есть, определенные вещи можно по-разному трактовать. Был случай, описанный в журнале, уже не помню, очень давно. Трое парней, занимавшихся каратэ, не говорили, каким каратэ, не говорили, каким стилем. Шли с тренировки и решили попрактиковать на парне. Парень видит со спортивной сумки. Парень маленький такой, щупленький. И решили на нем отработать то, что делали на тренировке. Парень там начал прыгать, приседать. И ногами только их там разбросал. И убежал, взял сумку, убежал. Через какое-то время они опять его находят. Тот парень опять съежился. Говорит, нет, мы тут столько лет занимаемся. Троем раскидал. Ты чем занимаешься? Русскими народными танцами. Я шел с репетиции, вы на меня тут накинулись. Поэтому я еще раз говорю. Можно заниматься чем угодно серьезным. Но вот с пальцем в носу. Выйти на улицу и получить в репу от самого там незадачливого шлеппера, который там месяц ходил на бокс. И все. И ты будешь заниматься годы, руки, опуши, чем угодно. Главное серьезно заниматься. Вот. Не важен стиль. Главное серьезность. Вот у меня есть ученица. Она сейчас уехала отдыхать. Ей 72 года. Бабушка. Ей с нунчаками показала. Ей нравится. Жалко, что она уехала. Я ее представил сегодня. Но вот она, когда пришла ко мне, она не могла стакан с чаем поднять на шкафчик. Теперь она показывает, что она может делать. Вот я ее про себя называю советская ГТОшница. Крепенькая бабушка. Она вообще не похожа на бабушку. Когда она сейчас вот недавно ложилась на операцию, проходила медосмотр. Вот с ее слов. Она говорит, врач удивлялась. Все диагнозы молодые. Как у молодой женщины. Вот и все. То есть и она продолжает заниматься. Ей очень сильно нравится. Но я говорю, если не дай бог ей кто-то встретится, то на того жахнет. И теперь смотрите. Форма санчинката. Я стараюсь к этой форме прийти. Если я буду стараться к этой форме прийти, у него будет перелом. Подпишись на канал «Боевые ботаники». Да, да, да. Я уже рассказывал, да? Показал ребенку этот прием, который не тренировался. Который сидел. Просто. И в конце концов он сломал руку парню, который к нему приставал. Вопрос о соревнованиях. Вот как может сочетаться такое древнее традиционное искусство воинское, да? И спорт. Ведь это совершенно разные. Совершенно разные вещи. Я понял, да. Смотрите. Как я готовлю к соревнованиям? В соревнованиях существует правило, да? Поэтому подготовка к соревнованиям идет вот если из ката брать какую-то форму и нарабатывать. А нужны вообще соревнования? Зачем они? Конечно. Если вот брать драку на улице, уличную драку, 100%, да? Соревнования это где-то от 2 до 10% драки на улице. Соревнования помогают преодолеть трусость, неуверенность и так далее. И прочие моменты. Но есть стили, в которых тоже применяются всякие такие живодерские щипки, там, заломы, захваты, выколонии глаз. Они говорят, что мы с вами не проводим, потому что у нас все петли спиртная техника, по ней нельзя проводить соревнования в принципе. Например, я когда провожу свои соревнования, это где-то до 10% применение техники на соревнованиях. Но тогда остальные 90% это то же самое, там, кудо, ММА, там, боевой самбо. Чем тогда отличаются эти соревнования от этих смешанных стилей других? Или ничем? Ничем, ничем. Вот я недавно был на соревнованиях, где вот с 8 лет и старше до взрослого возраста разрешалось, кроме обычных ударов руками, ногами, можно было бить с 8 лет удары в голову, головой по голове, локнями по голове, коленями по голове. То есть на взрослых соревнованиях можно пальцы в глаза и нога в пак. А защита есть такая? Ну там есть защита, да. И, например, когда человек упал, ты его бросил, можно пинать его как футбольный мяч. То есть я был ошеломлен, то есть это японское направление, да. Я слышал, что в Москве есть, я услышал, что здесь. На меня ребята вышли, позвонили, пригласили. Мы пошли туда и, ну, как говорится, проявили хорошо себя. То есть ребята показали очень, ну, мои дети показались. У меня из 4-х человек 2 первых и одно второе место. Мальчик с девочкой, это брат с сестрой, они в финале драли за первое и второе место. А один мальчишка 9 лет, Ваня Бобров, он, ну, вообще всех там, и нокаут был, и все такое. То есть дети стали 9-летние в стойку. Ваня пошел, один удар и снес. Вопрос как раз про детские соревнования. Вот во многих единоборствах говорят, что не то, что соревнования и нокауты, а там вообще ударные техники, детям там до 12-14 лет заниматься вообще не рекомендуется. Вы же говорите о нокаутах в 9 лет. То есть ладно, он там, кто-то послал в нокаут, но кого-то же послали в этот нокаут. Насколько полезны детям, у вас есть сотрясение мозга? Вот такой шлем, вот такие перчатки. Вот это наше соревнование. Я как можно больше обезопасиваю своего и чужого ребенка от конкретных травм головы. Второй момент. Нокаут, он же и в шлеме нокаут. Да, и в шлеме нокаут. Но по российскому законодательству, да, обычно с 14 лет разрешено проводить соревнования «Контакт». С 14, не с 12, а с 14. Но между собой, между собой, внутренние соревнования также проводят с более раннего возраста. С чем это связано? Смотрите, это все, конечно, нехорошо, я понимаю. Но с чем это связано? Связано с тем, что современный мир очень жесток. Вот начнем с того, что в Питере один человек пропадает в сутки. В сутки один человек. Независимо, маленький, большой, женщина, мужчина, ребенок, мальчик, неважно. Вот в метро зайди, там 5-6 лет ребенок пропал. То есть вот такая тенденция. Город большой, и это незаметно. Если бы город был маленький, это был бы шок. Но один человек в сутки пропадает. И дай Бог, если бы этот человек находился живым. Дай-то Бог. Никто в этом не уверен. Как это связано с нокаутом в 9 лет? Например, многие родители спрашивают, а вот как может вот этот вот такому противостоять? Если хорошо, даже у ребенка, хорошо поставленный удар ногой, или тот же пальчик, он на пальчиках может поджиматься, тот же пальчик, засунуть в глаз, или ударить в па дядечке какому-нибудь нехорошему, то и можно убежать, можно сохранить жизнь. Поэтому я говорю, когда родители ко мне приводят детей, я сразу объясняю им. Вот у нас вот так. Вот так. И были такие прецеденты, ну как бы смешные достаточно, что вот сегодня был отец, вот высокий такой был, вот я про него рассказывал. И вот Светка, вот которая вот Светка, да, с этими брекетами, она сказала, отец звонит, вот после такой тренировки, говорит, Вадим Васильевич, спасибо за дочку. А он ее привел во втором классе, она бояла собственные тени. Ну просто вот шугалась там все, она чуть повысишь голос, она сразу в слезы плакала. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я наехал на дочку, ну вот что ты будешь делать, если вот такой, как я, на улице к тебе пристанет. Папа не надо, папа не надо. Там палец в глаз как дала ему. Он говорит, теперь я с вами разговариваю, в одной руке держу телефон, во второй глаз закрываю. Я говорю, зачем вы это делаете? То есть я к чему говорю? Многие не верят в эти вещи, да, и обычно я объясняю, ну вот сколько весит ежик? Ну детям, взрослым объясняю. Ну сядьте, извиняюсь, пятой точкой на этого ежа. Сможете сесть? Не сможете. А сколько вывезти? Сколько? Да, его можно пнуть. Но попробуй сесть. Или взять его, вот так вот сжать. Сколько весит гадюка? Ну попробуй ее взять. Попробуй. Сколько весит орандук? Попробуй его взять. А где мы возьмем яд? Где мы... Умеешь кусаться? У тебя есть ногти? Это твое оружие первостепенно. То, что мы разучились от этого. Для того, чтобы выбивать зерна из пшеницы, палка длинная, короткая, цепь, и гумно, где выбивают. Рис мелкий. Есть двойные, есть родильные. Это разновидностей сельскохозяйственное оружие. Серпы у нас короткая ручка, длинная. Ну, больше. У них длинная ручка, короткая. Есть карта с серпами. Эмми. Это как у филиппинцев. Все сельскохозяйственные штыки, они же и оружие там всякие. Керамгиты там. Да. У окинавцев то же самое. Тунфа. Она не милицейская дубинка, а это тоже сельскохозяйственное оружие. Тунфы, да? Вот короткая тунфа. Если такая тунфа, был круг жернов. Круг нижний, верхний. Верхний вставляли. Вот эта ручка вставляли. Начинали... Сыпали тунфы. Христиане идут... Что такое? Тунфа. Идут. Муку делают из риса. Запрещали носить оружие. Разновидность тунфы отсюда пошла. Железа не было. Были деревяшки. Делали из дерева. Из костей делали. Явары. Если человек, например, живет в стае обезьян или в стае волков, он будет драться или как обезьяна, или как волк. Мы живем в социуме среди людей. Мы деремся как люди. Как бы! Но не как люди. Мы насмотрим все кино, начиная... Мы же обезьяна. Мы же попугая. Мы начинаем повторять за героями Голливуда. Начинаем повторять их недвижения. Но... У каждого человека свое. Поэтому в Годзюрю существуют упражнения, которые делаются под каждого человека. Смотрите, из того, что вы сейчас сказали, однозначный вывод, что Годзюрю это самооборона, в первую очередь, самозащита. С одной стороны, это понятно, это привлекательно, и многие сюда, не знаю, будут стоять в очереди, чтобы записаться сет. С другой стороны, вы про то же самое Годзю говорите, для многих непонятные, какие-то абстрактные слова, стиль белого журавля, нервничный канал и так далее. Что наоборот, современщики скорее уже заставляют относиться к этому скептически. Ой, это что-то там ерунда, бесконтактный стиль. Как это сочетается? Я понял. Например, я уже говорил, у меня ходит бабушка, я 72 года. Она преследует цель не поединка, она преследует цель здоровья. Потому что на наших тренировках преследуется в первую очередь здоровый образ жизни. Все упражнения Годзюрю направлены на оздоровительный эффект человека. Не на поединок, а на здоровье. Ну, а знаете, вот 80% из того, что мы видели, сняли на тренировке, это было «А, отпустите, больше не хочу». Неужели, мне кажется, это лукавство, говорит, что вот это все, вот это там заломы, захватывающие, болевые, это все оздоровительный эффект. Нет, нет, нет. В первую очередь идет процесс оздоровительный. На протяжении какого-то времени потом на здоровое тело накладывается поединок. Больному человеку здесь делать нечего. То есть... А, кстати, вот с какими ограничениями по здоровью нельзя заниматься? Да. Не рекомендуется астматикам, не рекомендуется у тех, у которых проблемы с головным мозгом, да, ну, опять-таки. Но это все настолько относительно, вот, например, ко мне на прошлой тренировке пришел полностью глухонемой человек. Да, парень. Говорит, мне понравилось, я приду, но сегодня не было. То есть, ходит, например, ко моему учителю ходит полностью слепой парень. Полностью слепой. У него зеленый пояс. По нашим меркам очень сильный такой пояс. Отличие от этого парня от многих, у него тактильность, чувствительность очень хорошая. Он не видит ничего. Я ему только свою руку показал, как делать, и он раз повторил точно так же, как робот. Вот, и он быстро учится, хотя ничего не видит. У Мория Хигона, например, парень, который по Дану выше, чем я, он вообще в коляске. Он когда показывал показательные выступления на кинаме были, я был просто шокирован. Один против трех дрался. Ну, понятно, что делать, что он там все наработанно, наиграно, но то, что он показывал, это было нереально. То есть, вы хотите сказать, что вот сегодня в этой группе, которая занималась, здесь есть люди с совершенно разными целями. Кто-то пришел с губой для здоровья, кто-то пришел научиться защищать себя, кто-то служит в полиции, ему нужно научиться там работать в полицейской дубинке и так далее. То есть, у всех цели разные, все занимаются в одной группе. Да, объединяет, я еще раз говорю, многие упражнения в Гудзюрю, они направлены на здоровье, на оздоровительные секты. Те же ката. Если его определенное количество раз сделать, человек оздоравливается. Вот насчет ката. Мы вот недавно снимали передачу с ребятами из Кудо, снимали передачу с Русланом Акумовым из УКОДО, и всем задавали вопрос в Кудо, в УКОДО, нет у ката. Они избавились от них, выкинули их, грубо говоря, ката. Правильно. Мы спрашиваем, зачем? И слышим ответ, что никто еще не доказал, что ката как-то полезно, конкретно, практично, применимо для боя. Это какие-то там восточно-эзотерические практики, которые, возможно, с реальным боем идут параллельно. Вот, как считаете, смотрите, я когда служил в армии, здесь, в Сертово, вот, у нас было упражнение, ката это и есть упражнение, упражнение с автоматом, по стрельбам, УКС-1, УКС-2, УКС-3. Идешь, стреляешь, идешь, стоешь, стреляешь, идешь, стреляешь. И не дай бог, ты что-то не так сделаешь. Сразу наряд не очень. Ты четко должен вымерять шаги, выходить там все. Это упражнение, боевое упражнение. В реальном поединке мы тоже задавали вопрос, там, товарищ старшина или товарищ сержант, вот, в реальном поединке там все. Но это закладывается база. Ката это база. Для того, чтобы осознать форму и чтобы форма сочеталась с дыханием, с вашей энергией, надо все делать медленно. Энергия не у натренированного человека, она не идет так быстро, как у тех, кто долго тренируется. То есть, на самом деле, в драке никто же так не бьет. Быстро бьет. Но для того, чтобы энергия из донтяня перешла в кулак, надо медленно ее тренировать. Поэтому мы дышим медленно и сильно. Напрягаем силу. Химируем. Хими. Для того, чтобы построить дом, роется фундамент, забиваются сваи, опалубку делаются. Бетон бетонирует. Потом только на эти сваи начинает дом. Если бы этого не было, дом при любом землетрясении, при любом урагане разрушился. Правильно? Ката это есть фундамент. Почему говорят кудоу, кодота, мы избавились от ката. Они просто взяли вот так вот и шоры вот так открыли. Мониты как раз говорят наоборот, что зашоренность отличает традиционное карате, а мы наоборот идем путем современным, модернизируем и так далее. То есть я смотрю, каждый считает другого. Каждый по-своему, да. Но вот традиционное гудзюрю, я не оспариваю чужих мыслей. Я еще раз говорю, можно заниматься чем угодно серьезным, но если с пальцем на носу тренируешься, выйдешь, тебя побьют на любых соревнованиях и на улице. Но можно сказать, что ката, грубо говоря, это аналог боксерской работы перед зеркалом? Конечно. Вот, например, движение из ката, то, что мы сегодня делали, 5 раз, 3 раза, на одну, на вторую руку, да. А если его поставить, к примеру, 60 раз, гудзюрю 12 ката, да. Каждый тренинерал своего ката на протяжении всей жизни. Были очень хорошими, ну, бойцами. Вы говорите, в гудзюрю 12 ката. А что такое санчин? Это какой-то самый главный ката? Санчин это скелет, это основа, база. То есть... Это именно из гудзюрю или оно есть и там в кокушине, например? В белом журавле. Это все оттуда пошло. И в кокушине санчин есть. Санчин это, в принципе, энергия связок. Если вы поймете это, вы будете бить очень сильно. Руками, поэтому вся изометрия, все статические упражнения, они нарабатываются на связке. После этих упражнений обязательно нужны скоростные упражнения, чтобы утолщенная, накачанная связка она начала резко бить. И тогда человек начинает приближаться к идеалу скорости 0,25 секунды. Почему 0,25 секунды? Потому что человеческий глаз не успевает проследить это движение. Поэтому надо тренировать связки. Один держит сверху, второй снизу. И далее. Армрестник. Самое интересное, вот сейчас недавно мой учитель приезжал сюда с господином Курилко и проводил семинар по санчинам. Очень было много ребят из кокушина. Но, как мне сказали, пришли с Будо-паспортами, подпишите мне, что я прошел семинар по санчинам. Но за два дня понять санчин невозможно. Иметь метку, что ты прошел, это смешно. Если у вас такие нетерпеливые ученики, которые приходят и говорят, мы хотим поставить удар, научиться драться, научиться неспортивным приемом, научиться неспортивным приемом для жизни. какая-то нам, ну, извините, нам очень интересно. Пришел когда-то давно ученик, взрослый мужик, начал задавать вопросы. А при помощи Годзюрю можно убить человека? Я говорю, а как думаете, при помощи автомата Калашникова можно убить человека? Можно. Я говорю, ну вот, Годзюрю это автомат Калашникова. Сама система Годзюрю, программа, основывается именно на том, чтобы отщелушивать такого рода. Если человек не меняется здесь, он уходит. если человек меняется, он в лучшую сторону меняется. Вот форма как. Раз, два, три. Ай! Не так. Тревожно, Вадим Васильевич. Я не знаю, я не знаю. Мы такой Вадим Васильевич. Ай! Дальше, смотрите, на заднее колено садитесь, после ударов пар. Видите, пятка к себе для чего? Для того, чтобы можно было сделать вот здесь. Раз. Трево! Космос. Вот я, когда пришел УДЖ, будучи взрослым человеком, в систему Годзюрю, тогда мне не было уже интересная драка или поединок. Мне была интересна философия каратэ. Сухом лет было. Мне 32 с половиной, мне сейчас 52. Я смотрел на поединок, именно на драку. Вот так. Потом мой уровень начал подниматься. Я уже на ту драку, которую я когда пришел, я уже смотрю так, как на ненужное. Поединок рассматриваю как диалог. На соревнованиях вести диалог. Той же драке на улице надо вести диалог. Что такое диалог на улице? Годзюрю это энергетический внутренний стиль, который помогает человеку самоорганизоваться, уравновеситься, стабилизироваться и найти гармонию внутри себя. Вот человек, который находит гармонию внутри себя, он счастлив. Был такой древний мастер меча, как говорил, если враг на тебя пошел, значит, это нарушение гармонии. Вселенной, Вселенской, внутренней гармонии и так далее. Когда мастер убивал Бандюгана, он восстанавливал гармонию. В древности, сейчас нам по фильмам показывают, когда были битвы, враги врагов хоронили, сжигали, пояс почестями предавали. Ты должен с почтением относиться к своему врагу. У нас, конечно, такого нет, но если ты восстановил гармонию, ты будешь правдным. Вадим, вы сейчас говорите, правильные такие вещи, уважение от врагу гармония. А с другой стороны, вы же говорите, каждый день пропадает по одному человеку. Нужно сейчас время неспокойно быть готовым ко всему. Опять, как же это сочетается? Нужно быть готовым ко всему и ткнуть там злодею пальцем в глаз или все-таки уважать врага, искать гармонию и вести диалог? Смотрите, если тебя прижали твоей жизни, жизни твоих близким и здоровью угрожают опасно, тогда надо применить знания, восстановить гармонию. Но если есть возможность уйти от этого поединка, уходи. Захват. Эту ногу назад, шик удачи. И как? С и шашами работают. Ниль. Борцовская шея. Ноги джедависты. А, ничего не сделаешь. Как не сделаю? Сделаю. Сделаю. А, трюк! И дальше продолжай делать. И дальше продолжай делать. Здесь продолжай делать. Глаз. Нос. Видно? Глаз. Подпишись на канал. Да, да, подпишусь. Подпишись. Если ты видишь, что ты можешь избежать поединка, избегай. Другой момент был мой друг и товарищ, шеф-инструктор Украины, Денис. Ехал на машине, его подрезал мужик. Ну, создал аварийную ситуацию, подъедал. Он его догоняет, подрезает. Тот мужик выходит с монтировки. Денис его перехватил руку и осадил его. Тот пытался вырваться, он его осадил. Не бил, просто осадил вниз. На тротуар посадил. Тот бросил монтировку, начал плакать. Денис сел рядом, говорит, мужик, извини, я не хотел ничего. Что такое? У мужика было неприятно с семьей, разводом, я не знаю, там, личная жизнь. И он вот не соображал. То есть, вот это уже уровень очень высокий. Бой без боя. Увязка с пальцем. Младшие ученики, старшие ученики, мастера. В Китае и на Украине, и раньше строились саманные хаты, избы. В Китае то же самое. Глина, солома и конский навоз. Если указательный палец сходил в саманную стенку наполовину, средние руки мастер. Если полностью входил, хороший мастер. И считается, если этим пальцем бьешь, то человек еще может дышать рейтинг. То есть, энергетически очень сильный. Многие мужчины знают про энергетику. Вот эти древние секреты, как бы, они утеряны. Они завязаны и на бой, и на медицину, и так далее. про многие вещи. Вот Иисус Христос, как он поднимал слепых пальцами. Показана энергетика, как она идет через канал. В бою то же самое. С точки зрения медицины, шацу, японский точечный массаж, шацу можно использовать как оздоровительную технику, так и боевую технику. При правильном воздействии можно лечить или не лечить человека. Вот я в свое время был спортивным массажистом в команде по мини-футболу. И казалось бы, что там, на точку пожать, там, покрутить пальчиком, там, туда-сюда. У меня, например, за шацу терялось больше килограмм, чем при спортивном массаже. Очень большая энергия уходила. Очень большая. Вообще, воздействие ее передавало энергию. При массаже такого рода надо быть изнутри здоровым человеком. Больным нельзя. Потому что если человек больной и массажист, то он может через свои руки передать болезнь человеку. это очень нехорошо. Так же, как и в боевых искусствах. Можно знать все точки. Знать, куда тыкать. Но если ты не тренируешься, это бесполезно. Ты будешь тыкать боксер, он тебе как хлопнет. И на этом все закончится. А если ты тренируешь, то можно воздействовать. Врага можно уничтожить. То есть, энергия человека натренированная, она похожа на энергию электрического угря или ската. То есть, не только там, бум, затронулся. Нет, ты просто посылаешь энергию и замыкаешь в цепь. У каждого органа есть своя правильная систол, диаскалка. Если ее нарушить, гармонию нарушить, она будет так, например, печень, ну, я так абстрадирую, печень так. Если ты нарушаешь, она так, шик, шик, незаметно. И через какое-то время у человека начинает болеть печень, страдать печень, если ты туда ткнул, незаметно. Вот. Но, опять-таки, одна точка ничего не играет. Надо в совокупе. Чтобы замкнуть цепь, надо в совокупе сделать два-три удара. Но не сильных такие, по касанию. В зависимости, какой импульс был. Что ты сделал. И так далее. И когда спросили мастера, сэнсея, почему вы это все рассказываете, он говорит, это же опасно. Он говорит, народ ленивый. У нас современные люди ленивые. Поэтому сейчас можно давать все, что угодно. Психология человека, психология полного холодильника. Когда полный холодильник, кушать не хочется. Когда он пустой, кушать не хочется. Поэтому, когда очень много знаний, ты можешь зайти в интернет, в YouTube, зайти, насмотреться. Ой, я знаю. Ну и что ты? То, что ты знаешь. И что? Тренируйся. Тогда ты будешь, можно говорить. Потому что теоретиков таких во всех ипостатях человеческой деятельности очень много. Надо, чтобы теория совпадала с практикой. Например, такие простые моменты, как люди, которые занимаются культуризмом. Они здоровые, сильные, очень сильные, но их объемы не соответствуют, их наполнение. Но у них нет такой задачи. Вот. Поэтому люди красивые ходят, как бы накачанные, но они не сильные, не соответствуют своим объемам. А вот силовой атлетизм, который в Питере пропагандируется, да, там, трайбори и так далее, это, да, это мужики сильные. Была такая у нас поговорка, когда приходил к нам кач, ну, качок на тренировки к нам приходил, но это стенд по изучению точек, куда можно ткнуть палец, потому что качки, они все, рельефы там все, но это их. Анатомический агаз. Да, анатомический, а тут можно просто ткнуть и все. Вот у Федя Емельяненко, да, он что, выглядит как это, он такой весь, так же, как и его брат Сашка. Вот такие все, ну, какие ребята, нашинские. И русские силачи, натуральные русские силачи, они и такие были. Они не были рельефными, они были круглыми. Взять Заикина, Заса, борцов взять, любые выборцы, они что, не были здоровые, но круглые все. Вот, это сила была. Веч, Сотухе, захват, так же захват, Сотухе, захват, шаг назад, Майгери, в пау, нагнулся, Хиджата, Уракен, и теперь смотрите, задняя нога, моя задняя нога, его задина видят. После Уракена, учу, Костю, локтевой кость, у нас гиплоктя, в Уракен положили, и вот, движение. Вылетает, смотрите, видно, угол челюсти, да, его шея ложится в мою ладонь, а большой палец, куда? Иреган. Вадим, у меня, наверное, последний вопрос, во время тренировки, вы обмолвались о том, что в советских уроках физкультуры было зашифровано, и советские уроки физкультуры представляли собой некое като, что это, можно об этом немножко подробно? Конечно. Многие элементы физкультуры, они завязаны, вот даже вот это, махи, махи, их можно рассматривать, удар в пах, удар в лицо, маленький человек, маленький ребенок, и все, то есть, за локоть, не, не, за локоть схватил, за локоть, вот, удар, вот, 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 то есть, вот эти, вот эти вещи, я уже показывал, да, бросковая техника. Кто это зашифровало, зачем? Это не зашифровано, это скрылось, как я не то, что знаю, предполагаю. Если их делать с точки зрения здоровья и медицины, ты оздоравливаешься. Если ты делаешь с точки зрения боя, ты дерешься. Вот и все. Например, у нас есть на разминке китайское упражнение, древнее, еще 14 века, называется «8 кусков золотой парчи». Каждый день монахи его делают, по несколько раз, но очень медленно, и на протяжении многих лет они здоровы. У меня на сайте есть вот эти вот все вещи, каждое упражнение, какую болезнь лечат. То есть люди, которые сюда приходят, если им надо оздоровиться, я им даю здоровье. Ко мне приходит парень, его сегодня не было, у него проблемы с позвоночником. Он приходит, я ему даю цигун, основанный боевой цигун, он его делает, восстанавливает энергетику, восстанавливает спинку. Приходит еще с какой-то проблемой, даю еще, еще. То есть, неважно, какой человек приходит, если он хочет тренироваться, я ему дам то, что он хочет. Если он реально хочет. У нас же как, знаете, вот как раньше, Кашпировский, Чумаки, сел, лечи меня. Для того, чтобы вылечиться, реально вылечиться, надо работать, надо тренироваться. Подпишись на канал Боевые Ботаники.